Парни, я читала, что грузинских полицейских называют самыми доброжелательными в мире и считают гордостью страны. Неужели это правда? Я была 15 лет назад в Грузии, там была сплошная коррупция. Разузнайте, пожалуйста. И это кадры не из сериала про полицию Чикаго. Это полиция Грузии. Значит, это наша машина, он мой напарник. Сейчас мы выходим, сядем в эту машину, выходим в город, чтобы патрулировать. Полицейский МВД готов. Раньше грузинское МВД было синонимом коррупции. Сейчас же полицейский в стране второй после бога. В 2004 году в Грузии уволили всех работников милиции, набрали новых людей на тестовой основе, а также упразднили ГАИ, создав новый орган. Полиция и наша служба – это не какой-то, как бы это сказать по-мягче, карательный отряд и антипод обществу. Леван Мачеварьяни – заступник директора патрульной полиции. Это сервис, который призван тому, чтобы обеспечивать общество своим продуктом. Чем? Правопорядком. Как символ прозрачности в Грузии построили новые отделения полиции, полностью сделанные из стекла. Принцип работы такой, что нам нечего скрывать, мы ни от кого ничего не скрываем. Вот мы, пожалуйста, приходите, смотрите, спрашивайте. Также все милицейские уазики выкинули на свалку. У полиции сейчас крутые тачки. В Приморских районах у нас помимо обыкновенных автомобилей есть еще электромобили, которые не загрязняют окружающую среду. Сейчас в каждой полицейской машине есть бортовой компьютер. Благодаря ему за считанные минуты можно узнать, кто есть водитель и какие у него скелеты в багажнике. Гражданин Чавчавадзе, остановите вашу машину! Извините за неудобства, предъявите, пожалуйста, ваши документы. Все у него хорошо, потому что есть у него штрафы, но все оплачено. Документы уже можно возвращаться. Но не у каждого водителя все так хорошо. Бывают и очень опасные пассажиры. Не останавливалась машина, когда мы его... На громкоговорителе звали, да. Останавливал машину, он нас не слышал и продолжал движение. Когда остановили, так сказать, у него было ружье, и он стрелял. Прямо настрелял, да. Повезло, что никто, кроме автомобиля, не пострадал. Напарники вызвали подмогу, и через 5 минут приехало 15 машин. Мужика повязали. В Грузии в полицию звонят с очень разными проблемами. Была женщина, и женщина говорила, что ее вот кот не ест, пишут. Помогите в этом. Вот как бы в такой случай можем... Помочь ему. Вы помогли? Мы помогли. Копы купили кошачий корм и привезли женщине. Кот ел с удовольствием. Кстати, уже лет 5 как грузинские полицейские вообще не берут взяток. У них высокие зарплаты, а наказание – тюрьма на 10 лет. Да и не позволяет видеокамера. Вот такая обыкновенная камера. Она видит на плече и снимает очень на высоком качестве. Камеру включают при любом разговоре с гражданином. Это видео служит доказательством. Вот, например, у нас нет времени, чтобы его включить, так быстро, да. У него есть такой комфортный пульт. Мы просто нажимаем одну, вот, здесь кнопку, и сразу начинается запись. Есть и еще одно крутое новшество. Электронный прибор, в который дышит водитель, и который тут же на месте в течение считанных секунд выдает ему официальный документ о состоянии алкоголя у него в крови. Сейчас проведем тест, как работают современные грузинские алкотестеры. Купим бутылочку пива. Ну что, начнем тест. Такого еще не было. Полицейские стоят и ждут, пока я допью пиво. Все. Пиво выпито. Уважаемые, теперь мы проверим вас, потому что вы выпили пиво, и хотим посмотреть, сколько процентов покажет наш алкотест. Мне сразу же дали одноразовую трубку. Мы вставливаем эту трубку вот сюда, и после этого мы начинаем вдувывать сюда, в этот алкотест. Начнем. Не обязательно, сильно, медленно. Медленно и тонко. Без остановки. Можете остановиться. Сейчас сделает анализ. Цифру напишет, вы пьяный или трезвый. Мы сейчас пьяны, потому что показывает 0,434%. А у нас в Грузии, когда показывают вот такой процент, он уже пьяный, водитель. А когда показывает 0,300%, тогда он уже трезвый. И можем мы его отпустить. Пьяных сразу лишают прав на полгода. А машину отвозят на штрафплощадку. Ка-а-а, лов. Стас. Стас. Печатать. Так сказать. Одну мы остаем, даем вам, так сказать, потому что вот здесь нам написано проценты, как вы были пьяными в данный момент. А вторую мы берем для себя. Мне выписали штраф и понарошку лишили прав. В общем, грузинская полиция действительно гордость страны. И очень хотелось бы, чтобы наши политики последовали примеру грузинских друзей и реформировали украинскую милицию. Это мое желание. А ваше желание выполнено. Тысяча зеночих бажань. Привет, меня зовут Нателла. Парни, а я слышала, что в Советском Союзе грузинская нация славилась своей гостеприимностью. А так ли сейчас состоят дела? Проверьте для меня. Дорогая Нателла, чтобы выполнить ваше желание, я решил поставить эксперимент. Мужики, привет. Меня зовут Василий. Привет. Я из Украины приехал буквально вчера. У меня такая проблема, у меня все деньги украли и негде переночевать. Вы не могли бы помочь? Не, не могу. Раньше каждый тбилисец, завидев попавшего в беду иностранца, тут же предлагал свою помощь. Теперь грузины стали подозрительны. Оно и понятно, время такое. У меня дом забит, прост и дорогой. Нет, жена в дом не пустит. Можете помочь? Нет. Просто переночевать одну ночь? Нет? А вы в полиции были? Сообщили в полицию? Да, да. Да? У нас есть какая-то бумажка? И все же через 20 минут мне удалось найти грузинку по имени Эка, которая согласилась помочь. Вообще нет проблем. Вы можете помочь? Конечно, поедемте с нами, что-нибудь придумаем. Эка. Вделение грузинской доброзачливости. У самой Эки квартира была занята, но женщина позвонила своим друзьям и те согласились меня принять. Мы ехали долго. Очень долго. Наконец попали на окраину Тбилиси, где находился дом друзей Эки. Заходя в дом, грузины никогда не снимают обувь. Если вы разуетесь, грузин подумает, что вы его просто-напросто не уважаете. Я уважаю хозяина, и поэтому захожу в дом в пыльных уличных кроссовках. Я догадывался, что меня, как гостя, встретят хлебом с солью. Но переступив порог, я просто опешил. Оказалось, друзья Эки не просто согласились меня принять. Они специально для меня устроили застолье. Эка попросила таксиста ехать подольше, а колицами, чтобы грузины успели все приготовить. А у нас в Грузии такая традиция. Зайдет в гость дом и сразу за него пьют. За вас. За вас. Спасибо. За Василия, за наше знакомство. За Василия. За Василия. За Василия. Честно, я даже растерялся. За что такая честь? Оказалось, все дело в грузинских обычаях. Год, гостя, гостя Дамбука. Так что каждый гостя воспринимается в каждой грузинской семье как человек, который в себя олицетворяет Господа Бога. Так что ты сегодня наш Бог, господин. Гога. Хозяин Будинку. Наигостыннейшая людина у свете. Выпив тост, Гогас похватился, что забыл о главном блюде застолья – шашлыке. Выбежал на улицу, чтобы его зажарить, и попутно рассказал мне о грузинском гостеприимстве. Если там в Европе, например, надо заранее записываться к друзьям, да, говорить, я к вам еду, какое-то число, какое-то дату, я буду у вас на два с половиной часа, со мной будет жена и еще двое детей, да, и все такое. У нас это обычно все просто. Когда человек твой друг, он просто тебе звонит. Я рядом, ты дома? Говоришь, да, все, я у тебя. Через две минуты он появляется. Я удивился. А вдруг хозяину неудобно или он занят? Оказалось, это значение не имеет. Приходится жертвовать, да, например, у тебя были какие-то планы на вечер, да, из-за того, что у тебя в гости он уже идет, то есть ты это уже отменяешь. Шашлык был готов, и мы вернулись в дом. И тут же на Гоге, увидев, что я скромничаю, решила накормить меня лично. Это грибочки. Грибочки? Конечно. Давайте, я вам буду накладывать. Спасибо. У нас вообще так, как бы, любят заставлять, кушать. Дамуна, господиня дому, грузинка Мрии. Это еще одна традиция. Накормить гостя до отвала. Хозяйка обязательно заставит попробовать все блюда, представленные на столе. А их море. Салаты, закуски, сыры, рыба, мясо. Но есть одна особенность. Большинство блюд кушается холодными, потому что это застолье, которое продолжается часами. И горячее подавать, конечно, подается, но больше всего и чаще настоящие грузинские блюда горячие, они для опохмеления. Ну ладно, еда едой. Главное за грузинским столом – вино. И тосты, которые с ним произносят. Запомните важное правило. Тостами в Грузии заправляет Тамада. Тамада – головнокомандовач застилья. Это найшановленнейшая и найстаршая людина за столом. Тамада следует за порядком и говорит тосты. Также он надает алаверды право дополнить его тост. В Грузии есть обязательные тосты. Пьют за Господа Бога, за родителей, за Тамаду и, конечно же, за прекрасный полк. За милых-милых дам, которые украшают нашу жизнь. Мы стараемся украсть. И которые всегда являются нашей опорой. Дома, для мужчин. И тут Тамада заявил, что я тоже должен сказать тост. Должен, так должен. Я скачал на планшет в тост на грузинском, одолжил национальный костюм чоху у Давида, одного из гостей, и приступил. Не смейтесь над акцентом. Или смейтесь, но не сильно. Грузинский язык нереально сложный. В нем нет ударений, но есть три буквы «К». Я чуть не вывихнул челюсть. Застолье продолжалось до поздней-поздней ночи. Наконец-то Мадар разрешил расходиться. Гога отвел меня спать в специальную комнату для гостей. В общем, дорогая Нателла, от всего сердца заявляю, грузины — самый гостеприимный народ в мире. Такого сказочного приема я не забуду никогда. Желание выполнено. Тысяча зеночих бажань!